Это подкаст «Всё в твоей голове», в котором я, Григорий Насонов, психолог-профайлер, специализирующийся на анализе поведения, помогаю гостям и слушателям обернуть сложную жизненную ситуацию в позитивный опыт. Сегодня у нас в гостях девушка. Лиза. Лизе 22 года. Здравствуй, Лиза. Здравствуйте. Мы договорились, что будем говорить о такой ситуации, о проблеме взаимоотношений, именно выстраивания взаимоотношений. У Лизы есть опыт выстраивания взаимоотношений, где она, так сказать, много что даёт. Есть опыт выстраивания взаимоотношений, где ей дают, а она не даёт. Правильно я описываю? Да, всё верно. Лиза хочет разобраться, возможно ли выстроить такие взаимоотношения, где все очень взаимно, очень взаимно, и хочет понять, может быть, она ведет себя как-то неправильно или, наоборот, правильно. В общем, об этом будем говорить. Лиза, спасибо, что пришла, что решила поделиться этой историей. Ну вот мы с тобой немного общались за кадром, чтобы выяснить какие-то основные точки, о которых мы будем общаться. И как ты описала и как я понял, что ты считаешь что где-то твое поведение может быть мышление, оно не совсем подходящее или правильное и оно порождает такие ситуации что тебя взаимоотношения не устраивают правильно? Да. Как не устраивают и что это за поведение? Расскажи пожалуйста. Ну у меня не так было много отношений но все же были долгие отношения, в которых которые складывались по итогу не так, как бы хотелось. То есть нам всегда хочется хэппи-энд мы задумываемся о свадьбе, о детях, о дальнейших серьезных отношениях, о жизни вместе, но, к сожалению, ни одни отношения не приводили к этому. И я начала задумываться, что есть какая-то проблема, которая не позволяет прийти к этому хэппи-энду. хэппи-энд хэппи-энд это вот свадьба что еще? Ну для меня хэппи-энд это когда взаимные отношения между мужчиной и женщиной когда они имеют общие цели, они к ним стремятся и они добиваются этих целей, достигают вместе и то есть по моему мнению хэппи-энд это когда мы приходим вместе с человеком к какому-то итогу, который нас вместе устраивает это и свадьба, это и семья, это жить вместе А вот смотри, я иногда буду провокативно, намеренно как бы быть против Хорошо Это нужно для того, чтобы как раз таки мы развивали наше критическое мышление это не значит, что я не поддерживаю там позицию или другое мое отношение Но позиция против, когда буду высказываться против твоих, например, мыслей высказываний, это означает то, что есть возможность, например, и у тебя в том числе аргументировать свою позицию, свои мысли чтобы в них, например, либо утвердиться либо наоборот их пересмотреть То есть это основа критического мышления когда мы просто рассматриваем одну и ту же ситуацию с другой стороны Это будет по-доброму И вот ты говоришь взаимные отношения, мы имеем общие цели к ним идем Мне кажется, что это похоже Ну, например, на работе это могло бы быть у сотрудников, у них общие цели в компании А, например, если у людей нет общих целей то, значит, взаимоотношения не будут взаимными Да, я согласна, но тут играет, наверное, роль еще больше чувств, которые вы друг другу испытываете То есть они, помимо целей общих которые есть в паре, в отношениях они играют огромную роль стоят, наверное, на первом месте потому что без чувств, без любви ощущений, эмоций мне кажется, что ну, лично мне я не могу без этого Но почему-то ты сначала говорила про цели а любовь и чувства от тебя не пришли в голову когда мы говорили о том что такое взаимные отношения Ну, потому что я всегда испытываю чувства а целей общих у меня так никогда и не складывалось наверное, это такой как пунктик который не выполнен у меня поэтому я о нем говорю То есть можно сказать, что у тебя не было общих целей например, с партнером и из-за этого ты думаешь что у тебя не сложились твои такие взаимные отношения Так, что ли? Относительно Но если касаться последнего молодого человека, то да Ну, то есть это как бы о свежей ситуации То есть вот в последних общих целей не было и ты посчитала, что именно это послужило некоторым таким отсутствием именно взаимности во взаимоотношениях Это играло роль но это не стало причиной разрыва Скорее всего, да А что стало? Ну, просто, если не секрет Мы с человеком не так долго были вместе около полугода А до этого мы были с ним очень долго знакомы в районе 4-5 лет И мы с ним не сошлись во мнениях о том как, наверное, нужно проживать эту жизнь Я достаточно позитивный человек по своей натуре и со всего стараюсь извлекать какие-то положительные эмоции положительный жизненный опыт максимально Но он относительно этого был другой человек Он достаточно депрессивный апатичный Я от него заражалась этим очень сильно И рано или поздно я поняла, что у меня мое моральное состояние намного дороже, чем отношения с ним Так и разошлись Ну да, в общем, разные такие характеры темпераменты Хорошо И ты считаешь, что, например, вот в этих взаимоотношениях была проблема с твоей стороны какая-то? Моя проблема, я считаю, наверное, была в том что я все-таки позволила этим отношениям зайти намного дальше чем должно было быть, наверное А почему ты так думаешь? Ты когда-то себя ловила на этой мысли посреди взаимоотношений что ты стояла перед выбором заходить им дальше или остановить их сейчас? Ну, я такой человек если у меня не будет чувств и ощущений дальше ничего не пойдет То есть если я не буду чувствовать Что уже касается моего партнера то тут уже немного посложнее Потому что я буду лучше сама любить нежели меня будут любить И я не буду ничего чувствовать А эти отношения как раз были наоборот Что изначально ко мне относились более привязанней Было больше по отношению ко мне эмоций и чувств А я их, как я считаю я их накрутила в себе довела до того пика что можно заводить отношения что я себе внушила то, что так может быть что я могу влюбиться Ты себе внушила, что ты влюбилась? Да Это как? Научи Не знаю Ну, на самом деле со мной это произошло в первый раз потому что я никогда Я никогда не позволяю Да, я никогда не позволяю себе не быть человеком к которому у меня нет полной отдачи А тут получилось совершенно по-другому И я посчитала, что в принципе этот человек внешне меня устраивает внутренне сейчас на данный момент меня устраивает его поведение его действия все хорошо Почему бы и нет? Почему я перебираю постоянно? Может быть это именно то, что нужно? Ну, по итогу получилось что это не то, что нужно Так А если поговорить вот ты говоришь хочу понять, что я правильно себя веду или неправильно это вот о чем ты говоришь? В каких моментах ты считаешь, что ты ведешь себя неправильно? Наверное, это касается больше того момента когда мы с человеком находимся в ссоре в каких-то разногласиях вот именно в эти моменты мне кажется я могу поступать совершенно неправильно Если касается человека которому я полностью отдаюсь я испытываю сильные эмоции чувства можно сказать что это полноценные розовые очки то там наверное полное какое-то безрассудство с точки зрения женщин девушек когда ты о себе не думаешь а полностью погружен в этого человека и даже не замечаешь в этих розовых очках как он иной раз поступает и говорит и вот такие моменты ты поступаешь нерационально и приходит приводится все к тому итогу который тебя не устраивает либо же что касается когда ты больше чувствуешь точнее когда человек больше чувствует а ты нет то тут я очень категорично то есть если я сказала что нет все нет я буду все это обрубать я буду после этого думать и возможно даже жалеть что мы с человеком не поговорили полноценно хотя я такой человек который наоборот лучше всегда поговорит нежели обрубать но что касается когда я не чувствую ничего я это все обрубаю дабы не заводить все дальше а вот смотри когда ты говоришь я не чувствую ничего я это все обрубаю то есть тебя что-то там не устраивает да мы в любом случае что-то чувствуем да да согласна конечно и вот в тот момент что ты чувствуешь то в итоге когда ты говоришь что ну якобы ничего не чувствуешь и что обрубаешь ты чувствуешь что злость агрессию разочарование раздражение отвращение конечно когда происходит какая-то ситуация которая приводит к отсутствию чувств с моей стороны я чувствую отвращение в какой-то степени да отсутствие чувств это отсутствие позитивных чувств я так понимаю да то есть если есть ситуация во взаимоотношениях в которой ты себя которая не приводит к тому чтобы ты там чувствовала себя хорошо то ты в это время начинаешь чувствовать себя плохо получается Получается, что так. Так. Можешь как-то это описать из жизненного опыта? Это про тебя, вот то, что мы сейчас говорим, или нет? Да, это про меня. Вот эти эмоции какие-то, да, негативные, прежде чем что-то обрубить. То есть если я не получаю, не ощущаю какие-то позитивные состояния, то я решаю это прекратить, потому что я в этот момент испытываю какие-то негативные состояния. Ну, получается, что так, потому что, когда мы с человеком расходимся, и я вот, как я сказала ранее, обрубаю все это, мне потом после этого становится плохо. Не потому что я жалею о содеянном, жалею о том, что я приняла такое решение, нет. У меня есть, так же, как и у всех людей, наверное, советчики, это друзья или близкие. С помощью других людей я могу рассказать свою историю, дабы услышать какое-то мнение извне. Из этого я делаю вывод, прихожу к какому-то решению, я могу о нем думать. Мне может быть обидно от того, что я сделала человеку больно. Вот это мне очень в себе не нравится, что я всегда, независимо от ситуации, думаю, что человеку, наверное, больнее. Ну да, если, конечно, меня бросили, как котенка на дороге, то я уже думаю о себе, а не о человеке, что мне больно. Лиза, давай вот попробуем еще поразмыслить и поговорить вот об этой именно ситуации, когда я хочу понять, я делаю что-то правильно или неправильно. Если вот так вот в общем, то по-твоему, в чем твоя проблема в выстраивании взаимоотношений, что они у тебя не получаются взаимные, как ты говоришь? Мне кажется, что я людей неправильных выбираю. Что или мне такие попадаются, я на таких обращаю внимание. Может быть, у меня энергетика такая. Я вот в этом до сих пор не разобралась. Что бывает же такое, когда ты встретился с человеком, у тебя какие-то одни из первых взаимоотношений, и ты потом постепенно начинаешь встречать точно таких же людей, потому что ранее у тебя был такой человек, к которому ты очень привязан. Бывает такое, да? Да. И вот у меня почему-то попадаются именно такие люди, которые... Попадаются. Да. Такие они просто на тебя сваливаются. Ну, на дороге, конечно, они не валяются, чтобы... Гриш, проблема, например, что я, возможно, выбираю неправильных людей. А какие люди правильные? Ну, вот опять же такой спорный вопрос. Ну, давай, опиши свой идеал, получается. Я... Ты мне как-то писала, да, что про идеал, да? Да. А как это было написано, помнишь? Что ты говорила про идеал? Про свой? Ну, что ты ищешь какой-то свой? Что я слишком избирательна в плане партнера. Возможно, это из-за того, что у меня есть свой идеал в голове, и все люди под него не подходят. Ага. А поделишься этим идеалом? Ну, у меня был один молодой человек, к сожалению, мы с ним... Или уже, к счастью, мы с ним не так долго пробыли вместе, пару месяцев. И он был для меня идеалом на тот момент. Но когда отношения разрываются, я сразу делаю корректировки в этом идеале, который для меня. И сейчас, с течением времени, если еще в 19-20 лет я представляла себе полную картинку от внешних характеристик до внутренних, чуть ли не до того, какого размера у него пальцы на ногах. А сейчас у меня уже такого нет. То есть она у меня... Это характеристика, этот идеал у меня в голове меняется постепенно. А сейчас какой? Это сложно. Ну, для меня брать внешний фактор или внутренний. А ты какой берешь? Для тебя какой важен-то? Ну, сначала все смотрят на оболочку, понятное дело. На внешность. Так. Да. Ну, для меня очень важно, чтобы человек был харизматичный. Но не такой, как... Не клоун, в общем. По-своему. Ладно, в меру. В меру, да. В меру харизмы. Конечно, чтобы он не привлекал внешне. И чтобы он был мужчиной. То есть, когда мужчина полностью может взять обязанности на себя, помочь тебе в чем-то, сделать для тебя что-то. Да, я сама самостоятельная. Живу сама и работаю отдельно от родителей. Но все равно в каждой девушке и женщине есть эта маленькая девочка, которая иногда капризничает, и хочется, чтобы ее капризы удовлетворялись. Как-то так. Так. А если сама будешь удовлетворять свои капризы, или так не хочется? Хочется, чтобы кто-то другой это делал? Я это и делаю. Но потом наступает период, когда ты думаешь, а почему я это сама делаю, если кто-то может мне это делать? Хорошая мысль. Не в том плане, что я хочу расслабиться порой и не думать ни о чем. Да, это, конечно, присутствует, но не в плане взаимоотношений с мужчиной. Так. Вот. Хочется просто, чтобы была опора, и чтобы этот человек был не просто для тебя другом, товарищем, кем-то близким, но и ты, правда, искренне испытывал к нему эмоции, и это было взаимно. А для чего тебе эта опора? Зачем опираться? На что опираться? Где ты испытываешь какую-то неустойчивость? Потому что я хочу, приходя домой после достаточно тяжелого рабочего дня, не говорить своей подруге или подругам, о боже, как я устала, как я хочу выспаться, там ничего не делать, у меня то-то, 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 какие-то проблемы или еще что-то. Так, не говорить о проблемах. Да. А хочется прийти и чтобы человек уже по твоему выражению лица понял. Да, подруги тоже это понимают отчасти, но хочется, чтобы был именно мужчина рядом, который тебя поймет, тебя утешит и скажет, все хорошо будет, если что, я решу все твои проблемы. Ну, то есть хочется, чтобы другие решали проблемы за тебя. Да, но я такой человек, который не всегда дает решать свои проблемы, к сожалению. Ну, и как ты думаешь, будет это порождать конфликты? Да. Внутренние. Да, я думаю, что со стороны моего партнера нежели внутри мои конфликты будут порождаться. А если... Хорошо, вообще, зачем тебе взаимоотношения? Зачем? Чтобы не жить и не иметь этих взаимоотношений, столько разных там... Надо идеал найти, и чтобы... Такое, чтобы мысли читал по лицу. По лицу. Да. Кстати, профайлинг занимается чтением по лицу, и люди тратят годы, чтобы научиться считывать. Кстати, особенность... Значит, мне нужен профайлер. Особенность. Смотри, как считывают эмоциональное состояние мужчины и женщины. У нас действительно это различается. Именно в способе восприятия. Женщины очень хорошо считывают по голосу, как мужчина... Что он испытывает, например, врет или не врет. Особенно вот детекция лжи. Это такая... Одно из сильных направлений, сильных таких ветвей в профайлинге. Но на это можно положить, в принципе, считывание эмоционального состояния. Например, девушки хорошо распознают именно у мужчин по голосу, да? То есть, как он говорит, да? Вот таким вот образом. То есть, по сути, он может говорить что угодно, неважно, какая речь, но если голос где-то дрогнет или как-то проявит свою эмоцию, а голос всегда проявляет эмоции, это один из таких моментов, которые мы очень сложно можем контролировать. Но нам реально не особо легко дается контроль нашего голоса. Если речь, смысл речи, того, что мы говорим, слова, как мы это говорим, мы можем это еще проконтролировать, можем проконтролировать мимику, микровыражение, то голос контролировать сложнее. Если там где-то хочешь что-то скрыть, он всегда выдаст. А мужчины хорошо считывают по позам и жестам. То есть, даже не по микродвижениям, не по микроизменениям, а по таким большим изменениям. То есть, вот детали, это, например, грустные глаза, улыбка вниз, какая-нибудь печаль. Это детали, когда ты смотришь на лицо. А вот когда ты смотришь на человека в общем, он может быть такой вот грустный, да, там плечики вниз, да, там что-нибудь скрестить, сесть, ноги, руки. То есть, в общем, поза, да. А есть детали. Это вот там глаза, там нос, губы. Это вот детали. Так, в общем, мужчины, они воспринимают больше образ целостный такой, нежели чем детали. И поэтому мужчина лучше поймет состояние по движению тела. То есть, ты можешь вообще даже ему рассказывать что-то, как тебе там плохо. Он может не особо даже до этого додуматься. Ему информация эта очень долго доходит. Он больше, быстрее тебя считает по положению тела. И это, кстати, накладывает некоторые особенности в восприятии деталей. О том, что, например, ну, бывает такое, мужчины не замечают, что изменилась стрижка или новый мейк, или еще что-то типа такого. Потому что это детали. Конечно, это не все мужчины. Это такой стереотип. Ну, такой массовый стереотип. Это про то, как другой человек мог бы считывать твое эмоциональное состояние. Так, в общем, вопрос-то был в том, зачем тебе вообще эти взаимоотношения, когда вот столько разных условностей в том, чтобы найти этот идеал, чтобы вот он был опорой, поддержкой, чтобы можно было прийти домой, чтобы можно было высказаться, да, чтобы тебя там пожалели, чтобы тебя приободрили, чтобы сказали, я, если что, за тебя там решу. Хорошо, если этого не будет в твоей жизни, то что? Ну, сейчас как раз-таки у меня такой период в жизни, когда мне сейчас это не нужно. Мне этого хочется, но я понимаю, что сейчас я не смогу. Хочется, но не нужно? Это как? Ну, из-за работы, из-за того, что меня не будет все лето. И я понимаю, что в таких условиях я не смогу построить какие-то гормональные взаимоотношения с мужчиной, даже если мы встретимся. Нет, но только если это будет какое-то суперчудо, там, где такие эмоции, вообще просто пожар, тогда еще может быть. А так я сейчас понимаю для себя, что у меня сейчас такой период, когда, наверное, не нужно. Нужно немножко разобраться в себе, поработать и потом... А почему хочется? Ну, ты говоришь, хочется. Ну, всегда же хочется чего-то теплого, теплых взаимоотношений, всегда хочется заботы, чтобы тебе... Что такое теплые взаимоотношения? По моему мнению? Ну, которые тебе хочется. Ну, там, чтобы тебя обнимали, целовали, говорили, как тебя любят, и ты делала то же самое. Ну, это, наверное, как-то... То есть хочется ощущать какое-то что? Тепло, эмоции испытывать. В солярии можно сходить, в кино. Ну, а что в кино? Эмоции. Тепло в солярии. Нет, но все равно... В одеяло можно укутаться. Это я и делаю каждый день. Не со слезами? Нет. Нет, конечно, бывает иногда со слезами, но это только если меня прям так жмыхнет чем-то эмоционально. А вот хорошо, для чего тебе ощущать вот это тепло, вот эту вот заботу, поддержку? Для чего тебе это? Что это для тебя значит? Ну, думать о том и понимать, что ты еще кому-то нужна. В какой-то мере, да, наверное. Хотя я понимаю, если... Если нет вот этого, вот этой обратной отдачи, так сказать, от других людей, я буду тебя иногда перебивать, ладно? Конечно. Если нету этой отдачи, получается ненужность какая-то, что ли, ощущается? Да. То есть складывается ощущение, что все твои эмоции, все твои чувства, все твои желания обесцениваются в лице другого человека или других людей. И это достаточно обидно. А какие эмоции, какие желания обесцениваются? Желания построить какие-то отношения, которые будут на взаимности. Также, в принципе, обесцениваются какие-то старания, позывы по отношению к другому человеку. То есть я достаточно такой чувствительный, ранимый человек. Для меня все, что касается чувств и эмоций, я очень подвязана к этому, я очень реагирую резко. Как ты думаешь, кто может обесценивать? Ну, потенциальный партнер. Либо нынешний. Старания, например, да? Да. Ты хотела приехать на этот подкаст? Да. Постаралась, чтобы сюда добраться? Да. Твои старания — ничто вообще. Вот я их сейчас обесцениваю. Обесценил? На 50%. На 50%? Да. Просто из-за того, что я сказал, что твои старания — ничто? Да? Ну, в том ключе, в котором это было сказано, я понимаю, что это неправда. Если бы мне сказал этот человек, который к этому не относится, но рядом тут сидит, я бы подумала по-другому. Как по-другому? Я бы подумала, во-первых, почему ты мне это говоришь? Как у тебя вообще с языка слетело это? Это бы не было бы обесцениванием. Ну, с ваших уст для меня это не обесценивание. То есть я это не воспринимаю за чистую монету. Так вот смотри. Вот это ключевой момент. Что ты говоришь? Я это не воспринимаю. То есть другой человек, неважно сейчас, какого он перед тобой статуса, какие там взаимоотношения, но факт. Другой человек высказывает что-то свое, да? Да. А ты уже, в свою очередь, воспринимаешь или не воспринимаешь, да? Да. Либо воспринимаешь как-то. Например, мои слова ты восприняла более близко, а там человек, который не имел к этому отношения, воспринимала бы вообще отстранен, но типа, что ты мне такое тут говоришь? То есть, например, одни и те же слова еще и по качеству восприятия бы разграничила. Насколько близко их воспринимать или не воспринимать? Тогда кто обесценивает, решает? Насколько обесценить и обесценить ли? Ну, получается, что я решаю, насколько обесценить и обесценивать ли. А почему? Наверное, я какую-то для себя позицию выбираю. Ответ проще. Почему? Потому что ты воспринимаешь и реагируешь на эту оценку. Ну, никто другой, да? Верно. Так же получается? Да, получается, что так. И поэтому, когда ты, например, стараешься что-то делаешь, да? Да. Старания проявляешь свои. Эмоции какие-то испытываешь. Угу. Получаешь обратную связь какую-то от внешнего мира в виде людей, партнеров и так далее. Реагируешь на эту обратную связь, да? Своим восприятием. И, соответственно, решаешь, обесценить это в себе или нет. Да. Да. Ну, вот как тебе от такого? Что ты решаешь в итоге? Обесценивать или нет? Что именно? Эмоции, старания. Не другие люди обесценивают же, получается. Ну, получается, значит, что я для себя выбираю либо позицию жертвы, либо наоборот. То есть, если я слова не обесцениваю, значит, я жертва. Если обесцениваю, то нет. И то есть я уже как-то могу управлять ситуацией. Ну, ты согласна с тем, что, например, твои старания другой человек обесценить, ну, как бы, не может? Если может, то расскажи как. Вот смотри, я попытался обесценить. Ты сказала, ну, я, наверное, да, приму это на 50%. Потом мы привели в пример, что это говорит совершенно другой человек, который не участвует в ситуации. Он обесценивает твои старания. Ты говоришь, ну, нет, человек, что ты вообще такое мне говоришь? Как ты вообще можешь тут судить и решать? То есть этот уже то же самое говоря не обесценил. Я обесценил. И все это было из-за того, как ты воспринимала меня и вот этого другого человека. То есть из-за твоего восприятия. Цепочку видишь? И что ты думаешь? Кто обесценивает в итоге старания? Кто обесценивает эмоции? Кто решает, как их обесценить и вообще обесценить или нет? Ну, я, получается, хозяйка во всем обесценивании сейчас. Так, но тебе эта позиция не особо ложится? Нет. Это логическая позиция? Логика в этом есть? Есть. Но пока что подружиться с этим не хочется. А как хочется? В чем тут сопротивление? То есть что тебе не нравится в этом? Ну, то есть я считаю, что если человек выражает... Если я думаю о том, что он обесценивает мои какие-то старания, действия, то я считаю, что должна быть какая-то подложка к этому. То есть он должен привести достаточно аргументов, чтобы я согласилась с ним. Ну вот, это уже другой разговор. Когда есть некоторая критика, которая базируется на аргументах. Аргументы это, скорее всего, обычно логические аргументы, правильно? Потому что бывают такие ситуации, когда аргументы это просто... Да, ты ничего не знаешь. Да-да-да. Вот, и это весь аргумент. Хорошо. Тогда, то есть это уже какая-то критика конкретная. И тогда, если твои, например, вот когда мы говорим про обесценивание твоих стараний и эмоций, там какие-то конкретные аргументы, значит, должны следовать. Что вот ты говоришь, вот здесь я постаралась, но другой человек их обесценивает. И ты воспринимаешь это обесценивание именно как вот реальное обесценивание, если оно базируется на аргументах. Да, я это воспринимаю как критику, а я очень подвержена к отрицательным эмоциям после критики. То есть конструктивную ты не воспринимаешь критику? Со временем я стала ее более воспринимать в положительное русло для себя. Но что касается именно отношений с мужчиной, если меня будут критиковать, а я буду знать, что я сделала правильно, и я от своей точки зрения не отказываюсь, то там буду все рубить с плеча. То есть для меня уже эта критика будет как пустые слова. И вот в этой ситуации ты считаешь, что это тебя обесценивает? Ну вот мужчина там тебе говорит что-то, да, какие-то слова критикует. Ты это воспринимаешь как? Как обесценивание тебя? Что тебя недооценивают? Да. Или просто тебя критикуют? Как ты думаешь, что это одно и то же критиковать и обесценивать? Нет. Разное? Да. Ну то есть человек может не обесценивать другого, но при этом какую-то критику или обту свою внести, Но воспринимаешь ты это как обесценивание? Ну, наверное, не знаю. Не могу пока в себе разобраться точно до конца. До этого ты говорила, что да. Да? Ну ладно. Хорошо. Это просто все вот эти хитросплетения, которые могли бы привести как раз к тому, что опять же к этой позиции, где ты отвечаешь за то, что воспринимать как адекватную оценку тебя, какую-то критическую или такую, либо как воспринимать именно, что ты себя обесцениваешь именно со своей стороны. То есть ты так это воспринимаешь, что человек тебе высказывает критику, и ты сама решаешь, обесценить себя на основе этой критики или нет. Да, согласна. Хорошо сказано. И вот как раз эти хитросплетения, про которые я говорю, это про обесценивание, когда ты чувствуешь, что тебя обесценивают. Вот это чувство же есть внутри тебя, да? Что оно порождено твоей реакцией, только твоим восприятием на то, что тебе несется в ответ на критику, например, или... То есть в итоге ты решаешь, обесценить себя или нет. Но в итоге ты там говорила, что если я решаю себя обесценить, то тогда это, ты говоришь, как бы в позицию жертвы, а там какая-то выгодная позиция. Нет, максимально, мне кажется, невыгодная. Ну, то есть я просто себя эмоционально не могу удерживать. Это какие-то, может быть, даже нервные срывы. Слава богу, я не знаю, что такое депрессия. Никогда не сталкивалась с этим. Но все же башню сносит иногда. О чем сейчас думаешь? Вот если... Просто какие мысли в голове про взаимоотношения, про проблему? Ну, просто если так... Думаю о том, какой будет следующий человек у меня, с которым у меня будут более-менее, наверное, близкие, начинаться взаимоотношения, отношения какие-то. Мы говорили о том, что хочу взаимоотношения, но они сейчас не нужны. А хочу, чтобы что? Чтобы ощущать вот эту какую-то заботу, поддержку? Да, то есть если с прошлым молодым человеком мы расстались месяца три назад, и я немножко отвыкла, и мне теперь не хватает этого. Чего? Этой эмоциональной подпитки, наверное. То есть от человека, который испытывает к тебе сильные эмоции. Человек испытывает к тебе сильные эмоции, и ты в ответ что ощущаешь тогда? Вот ты говоришь про эмоциональную подпитку, ты говоришь про свои эмоции, которые ты чувствуешь благодаря тому, что человек к тебе что-то как-то к тебе относится, что ты вот это чувствуешь, что ты чувствовала тогда, чего тебе сейчас не хватает? Чувствовала, что рядом со мной есть человек, а сейчас такого человека нет. Нет, это факт, это просто, это же не чувство. Как может быть такое чувство? Что вы чувствуете, что человека сейчас нет, а был? Смотри, вот еще раз, я тебе помогаю. Ты говоришь, вот мне нужна вот эта эмоциональная подпитка, которая была, когда человек ко мне что-то испытывал, и я в этот момент что-то ощущала. Вот это тебе, ты это и описываешь как эмоциональную подпитку. Человек к тебе относился вот как-то, и ты чувствовала себя как? Замечательно. Замечательно. Хорошо, позитивно, да. Как еще можешь описать это состояние? Я чувствовала себя нужной, необходимой. Нужной, необходимой. Да, то есть я чувствовала, что я кому-то нужна, и я не одна, я могу всегда к кому-то обратиться. Да, да, вот смотри, вот давай вот это пока зафиксируем на этот момент. И мы сейчас поговорим о том, чувства в ком? Во мне. Твои чувства, так получается. Кто их как бы создает? Провоцирует на чувства меня другой человек. Нет, создает, я не говорю, кто. Значит, создаю я. Ты создаешь вот эти свои чувства, да, чувство той же самой нужности, да, необходимости, вот это чувство неодиночества, да, принадлежности. Внутри тебя рождается это чувство, да? Получается так. То есть это твое чувство, ты его создаешь сама. Угу. В ответ на стимул какой-то извне. Да. Вот, и сейчас. Ты говоришь, я хочу взаимоотношений для того, чтобы вот эти вот чувства испытывать снова, потому что это была твоя эмоциональная подпитка, как ты говоришь. Да, но я понимаю, что я еще немного не остыла от прошлых, и я не смогу окунуться, как бы, в омут с головой полностью, в другого человека погрузиться. Мне кажется, что вот прямо сейчас, там в течение недели, может быть, месяца, я не смогу. Хотя тут уже как я буду в себе создавать эти чувства. Вообще риторика всегда очень интересна, когда люди говорят именно как они говорят. Вот есть такое направление, это психолингвистика, достаточно такое развитое направление у нас в России, и как люди говорят, в этом очень много кроется. И вот ты вот хочешь в омут с головой, то есть прям как-то броситься, откинув все, получается, в человека погрузиться. Просто представляй, как это, да, вообще возможно в человека погрузиться. Обычно это делают патологоанатомы. Но у тебя есть тоже такое желание. То есть видишь, о чем это? Это об абстракции. Когда ты хочешь погрузиться в человека, ты для себя не рассказываешь, что конкретно тебе нужно, что конкретно ты хочешь. У тебя есть образ, как ты погружаешься в человека. Вот какой-то образ на уровне чувств, фантазии, воображения. Вот есть образ, что это для тебя. Потом ты, конечно же, если тебя спросить, а что для тебя погрузиться в человека, ты, конечно, не будешь рассказывать, что это там, не знаю, разрезать его скальпелем, поизучать внутренние органы, погрузиться в его нутро, влезть в его душу. Скорее, ты будешь описывать что-то другое, по типу, как испытать взаимные чувства, что-то, в общем, на уровне ощущений и эмоций это будет. Так вот, мы как раз ходим вокруг твоих эмоций и ощущений. Вот ты их сейчас хочешь. Ты говоришь, что сейчас, возможно, я не готова погрузиться в человека, как ты это сказала, глубоко. Но мы это сейчас не обсуждаем. Мы говорим о том, что у тебя есть желание, вот это эмоциональное, то, что у тебя была эмоциональная подпитка, как ты говоришь. Вот это ощущение, что тебе, что ты ощущала вместе с другим человеком, что ты не одна, что ты нужна, что у тебя есть поддержка и так далее. Вот это чувство, да, ты бы хотела его вновь переживать, и тогда тебе было бы окей. И именно поэтому ты где-то потенциально бы хотела бы завести новые взаимоотношения. Ну, что ты уезжаешь на лето, и тебе не до взаимоотношений. И в итоге-то что? Мы имеем некоторый пул чувств и ощущений, которые ты хочешь испытать, но испытываешь ты их сама, ты их создаёшь сама, мы это выяснили. Ты рождаешь в себя взаимоотношения, эти чувства, да, внутри себя. Это ты их создаёшь в ответ на какой-то стимул, да. И этот стимул для тебя был молодой человек, взаимоотношения. И сейчас ты бы хотела этих взаимоотношений в виде как стимула очередного, чтобы вот это вот ощущение себя там не одной, там, поддержка, нужность, да, чтобы их снова испытать. И получается, ты эти чувства можешь родить в себе сама, создать, да, то есть это ты вольна это создавать, но у тебя есть зацепка за определённый вид стимула, у тебя есть условия, да, то есть что вот только через взаимоотношения с молодым человеком, только через взаимоотношения с молодым человеком я смогу это ощутить. Есть такое, получается? У меня есть желание сейчас разобраться в себе, чтобы когда появился этот очередной стимул, я правильно поступила. А правильно это как? Возвращение к нему. То есть если я буду понимать, что с человеком, что у меня к человеку ничего, вовремя это прекратить. А если же будет наоборот, что у меня будут к человеку чувства и ощущения, то понять и удостовериться в том, что он нужный для меня человек. А нужные это, нужные те люди, с которыми я чувствую себя не одна и ощущаю поддержку, это нужные люди. Будем держаться вместе, ребята. А вот вы остальные все досвидули. И как ты говоришь, не испытываю никаких эмоций, ощущений и чувств. Ну давай по факту испытываешь же все равно. Вот опять же риторика. То есть к этим я не чувствую ничего, а к этим вот чувствую. И вот туда я пойду, к ним, которым чувствую. Но к другим, которым ты говоришь, не чувствуешь ничего, ты же тоже что-то чувствуешь. Да, и меня это раздражает. То, что я зависимо от мужского внимания в этом плане. Будет очередной стимул, которая мне не понравится, но все равно, ты проявляй ко мне внимание, и мне это нравится. Вот это мне в себе вообще не устраивает. То, что я вот так падка на мужского внимания. Если так это объяснить можно. А вот это мужское внимание, что оно тебе дает? Вот эту... Какую-то, наверное, может быть, уверенность и подпитку в том, что я еще кому-то интересна, как девушка. Кому-то интересно. Да, и подпитку. Вот если мы сейчас вот так вот чуть будем и тоже, да, то, о чем мы с тобой говорим, чтобы о чем-то подумать. Да, вот сейчас после подкаста, после записи, просто о чем-то подумать. Вот есть мужчины, которые в твоей жизни как стимул для того, чтобы ощутить себя какой-то. нужной, привлекательной, интересной, уверенной. И для этого нужны тебе мужчины. Причем мужчины определенного вида и рода в меру харизматичные, да, такие вот, которые могут взять там ответственность и обязательства, но это мы тоже пока не обсуждаем. В общем, от определенного вида мужчин у тебя есть определенное восприятие себя. Хорошо. И что мы имеем? То есть у тебя есть, как ты говоришь, зависимость, да, от того, как бы тебя бы воспринимали, на тебя бы реагировали, и только тогда ты ощущаешь себя вот нужной, интересной, не одной, необходимой. И вот посмотри, а вот эти вот состояния, ненужность, это противоположные состояния, да, незначимость, непривлекательность, неинтересность, эти состояния, получается, они внутри тебя есть, да? Получается так. Да, они ищут обратного ответа, да, чтобы они подтвердили, что ты все-таки интересна. Значит, в противовес есть состояние, где ты неинтересная, да, непривлекательная, ненужная, одинокая, да? Ну, знаешь, кто-то когда-то что-то сделал, что-то сказал, почему я так думаю? Ну, думаешь-то ты. Да. Да. Вот. Смотри, думаешь ты, и вот такие вот состояния в тебе есть, и если мы прям перескакиваем несколько сеансов реальной психотерапии, типа так смотрим в будущее, то в итоге, это мы же говорим про то, чтобы подумать, да, чувствуете в тебе, внутри, вот эта ненужность, вот это одиночество, ранимость, вот это вот все, это все внутри тебя, и ты это испытываешь даже независимо от того, какие у тебя внешние стимулы есть. Ты внешний стимул хочешь заиметь, чтобы почувствовать обратное этому чувству, да, почувствовать обратное, наоборот, там, нужность, но без стимулов извне ты испытываешь, да, чувствуешь вот эту ненужность, получается, как мы там это описывали, да, одиночество, непривлекательность, и, значит, Эти состояния внутри тебя, они не по отношению к какому-то стимулу извне, правильно? Они внутри тебя есть. Но они все равно возникают по какой-то причине, правильно? Причина этих состояний остается только одна. Если у нас стимула извне нету, значит, стимулы изнутри. Ну, это законы, просто психологии, как бы у нас есть... Мы реагируем на что-то внешнее или на внутреннее, все. Ничего другого же нет. Ну, мне кажется, я так долго не продержусь, если у меня будет стимул только извне. Либо мне нужен человек такой рядом, не обязательно мужчина, который будет как-то поддерживать меня, чтобы мой стимул рос. Так вот мы как раз об этом и говорим, что в итоге вот это вот отсутствие поддержки, которое ты чувствуешь-то внутри себя, оно стимулируется изнутри, получается, от тобой, потому что у нас стимулы только либо извне, либо только изнутри. Извне ты ждешь стимул, который бы тебя, так сказать, подчинил, чтобы ты чувствовал себя хорошо. А изнутри у тебя сейчас идет стимул и реакция в виде того, что ты ощущаешь себя ненужной, одинокой, да, и неинтересной. Это уже стимул изнутри идет. От тебя, получается. От тебя этот стимул идет. От твоего восприятия, мышления, правильно? Да. От того, как ты воспринимаешь себя, получается. Да. Вот. И получается, если это ты, ты согласна с этим? Да, согласна. Да, то есть, правильно же? И вот в итоге цепочка логическая какая у нас получается? У тебя есть восприятие себя, вот такой, такой, и как стимул, это твой стимул, да, восприятие себя, как реакция ты чувствуешь себя ненужной, одинокой, неинтересной. Соответственно, кто решает, кто кому не нужен, кто кому не интересен. Ну, получается, что я сейчас решаю, кому кто не нужен и кто кому не интересен. Если стимул изнутри тебя, да, идет. Да. Да, действительно, получается так, это вот, если мы перескакиваем несколько сеансов психотерапии, то вот это ощущение ненужности, одиночества, какие еще были, непривлекательности, это они идут изнутри тебя на твой же образ о себе. То есть ты себя считаешь ненужной, ты себе не нужна, вот такая. И только благодаря внешнему стимулу ты можешь ощутить себя нужной. Да. А такая без этого стимула, а с внутренним своим стимулом, ты себе такая не нужна. Себе не нужна. Ни другим себе не нужна. Вот такая ты неинтересная, считаешь себя неинтересной. Только если внешний стимул тебе проявит о тебе какое-то восприятие, ты можешь почувствовать себя интересной другому человеку, привлекательной точнее. Мы говорили про привлекательность, неинтересность. Да. Такая ты для себя почему-то непривлекательная. Вот такая ты чувствуешь себя одинокой, а только если стимул внешний есть, ты перестаешь себя чувствовать одинокой и начинаешь чувствовать себя нужной. И в итоге вот эта ненужность, непривлекательность, вот это вот все изнутри тебя идет. То есть не нужна себе вот такая, непривлекательна для себя сама вот такая. Чувство одиночества изнутри, только вот всё по отношению к себе. Правильно же получается так? Как ты думаешь, об этом можно подумать? Что-то тебя наводит на какие-то мысли? Вот такая гипотеза. Ну, наводит на мысли только о том, почему я думаю, что я непривлекательна. А всё остальное, оно ладно. То, что не нужно и так далее. Нет, это я просто так... Я не знаю, кстати, почему я выбрала именно это слово. Именно непривлекательна, а не неинтересна или ненужна. Я не знаю, почему я так сказала. Ну, что-то ты туда заложила. Наверное. Об этом непривлекательность. Ну, мне, человеку, очень важно мнение, к сожалению или к счастью, не знаю, важно мнение окружающих. И я на него могу где-то резко реагировать. В общем, для себя близко к сердцу воспринимаю. Поэтому всё, что касается какой-то критики или просто слов в мою сторону, я через себя это всё пропускаю конкретно и выдаю какой-то уже результат своих эмоций и отношения к этим словам. Да. И в большей степени ты опираешься как раз-таки на слова внешние, нежели чем на свой внутренний опыт. Да. Вот. Это была гипотеза, но сейчас это подтверждено. Да. И вот в этом и есть перевес, что у тебя силу имеет больше внешнее, нежели чем внутреннее. И в итоге внутри ты как бы чувствуешь, что тебе не на что опереться, поэтому ты опираешься на внешнее. Ну, если ты внешнее мнение считаешь более весомым, нежели чем своё, значит, на своё у тебя нету опоры. То есть оно у тебя неустойчивое, правильно? Угу. Вот. И в итоге, помнишь, мы говорили, ты говорила о том, что вот опору там ищу, да? Угу. Нужна опора. И внутри вот этой опоры нету. Нету опоры на себя, на своё мнение о себе. Угу. Потому что сейчас оно где-то немного искажено, например, ты где-то считаешь себя не такой, ненужной, например. И на такое, да, ты не можешь опираться. В итоге ты ищешь опору из некогда. Скажите мне, что я нужная, чтобы я почувствовала себя нужной. Точнее, сделайте для меня что-то, возьмите там ответственность, решите мои проблемы, но чтобы я поняла, что я нужна. Угу. Так в итоге-то, а это ощущение нужности, оно же в тебе рождается, правильно? Да, получается. И нужна-то в первую очередь ты кому? Себе. Должна быть. Ну да. Да, себе должна. Себе. Угу. Себе должна быть нужна. Опора на себя. Ну, а есть желание найти, поскольку себе ты не нужна. Есть желание найти кого-то извне, чтобы понимать, что я нужна. Который бы как-то бы поступил определенным образом, чтобы я это ощутил, эту нужность, да? Ну, я не знаю пока что, что делать, какие практики пройти, чтобы поднять себе самооценку. Так, если со мной пообщаться отдельно от каких-то душевных переживаний, не касаясь их, на какие-то отвлеченные темы, может сложиться впечатление, что с самооценкой там все очень хорошо, что она очень где-то высоко. А так, когда касается именно душевных переживаний разговор, то тут я уже как калачиком сворачиваюсь, понимая, что не так уж я себя и люблю. И на этот счет у меня тоже есть гипотеза. Хотя мама мне говорит, что я перебираю прям очень много, что я перебираюсь, и просто останусь одна, и что я себя очень сильно люблю. Так, чисто мнение мамы. И вот это хорошо, что ты это озвучила. Вообще я на протяжении подкаста я не говорю, что действительно вот это то, что я говорю, это истина и так далее. Я высказываю некоторую гипотезу о тебе, и твоя задача с этим согласиться или нет. Вот в какие-то моменты, например, не согласна, и аргументируешь почему, а в какие-то моменты, получается, согласна и благодаря логическим причинам. Так вот, эта ситуация, вот про которую ты говоришь, что, например, если со мной пообщаться, там, в другом месте, с другими людьми, наоборот, покажется, что у меня там все вообще наоборот классно с этой оценкой, с самооценкой, да, я себя очень круто оцениваю. Но вот эти душевные моменты внутренние показывают, что как раз-таки все наоборот. Вот. Это вот ориентация на внешнее. И здесь я бы как раз хотел подытожить именно такой вот мыслью. Особенность твоего мышления, особенность твоего поведения, мы договорились, что мы будем об этом говорить, да, то есть вычинить некоторые особенности мышления и поведения. Что у тебя пронаблюдал? Во взаимоотношениях ты из таких личностей, слушай это как гипотезу, а не диагноз. Хорошо. Ты из таких личностей, которые смотрят не в человека, не в его личность, не в его суть, а в свое представление, смотрят в идеал, да, и у тебя есть представление об идеале, о том, каким должен быть человек, как он должен себя вести, что он должен делать, как проявляться, как выглядеть. И во взаимоотношениях ты смотришь в этот идеал человека, а не в самого человека, не в его, так сказать, суть. И в итоге поведение приводит к тому, что склоняешь человека к тому, чтобы он этому твоему идеалу соответствовал. Что мы здесь видим? Это ориентация на некоторое такое внешнее, на внешний образ, то есть я воспринимаю внешний образ, который нарисовала себе сама, и веду взаимоотношения с этим образом, с образом идеала. Не с человеком, который передо мной, по сути, вот передо мной там есть какой-нибудь Вася, у меня есть образ этого Васи, каким я его себе вижу, что вот он должен быть вот таким, вот таким, вот таким. И в итоге во взаимоотношениях с этим Васей я его всячески склоняю к этому образу, чтобы он был именно таким, и веду взаимоотношения с этим образом, а не с самим человеком, с его как бы, ну, с таким, какой он есть. Ну, это вначале, это первая стратегия, не вообще в целом. Потом ты, конечно же, может быть, там узнаешь человека поглубже, как ты говоришь, да, и выясняется, что, ну, нам с тобой не по пути, Вася, в итоге, получается. Мой образ идеала не такой был, так что пока. И как это соотносится с поведением относительно самооценки внешней? Опять же, как мы говорим, что вот с тобой душевно, так сказать, общаемся, и показывает ситуация то, что, ну, самооценка, вроде как, я себя недооцениваю, да, там, наоборот, обесцениваю, обесцениваю там где-то, чувствую себя не очень. А если внешне, там, с людьми другими, там, пообщаться, а не другие, скажут, что, наоборот, у меня очень высокая, да, самооценка завышенная. Ну, это я по опыту говорю просто. Да, да, вот. Это очень хорошая вот эта аналогия внешнего образа, взаимодор, да, и внутреннего состояния. Внутреннее состояние отлично от внешнего образа, то есть твое поведение, оно сконцентрировано на поддержании образа. Как себя по отношению к другим людям, да, поддерживать свой образ внешний, который ты для себя создала. И он немного отличается от того внутреннего, который все-таки внутри тебя есть. Правильно? Угу. Вот. Согласна, Свети? Да, согласна. Это твое проявление. А во взаимоотношениях это проявляется, что ты ведешь взаимоотношения с образом, опять же, который ты для себя создала, а не с человеком, который является по сути. Угу. Вот. Стратегия поведения. Условно говоря, это означает отрицать реальность, действительность. Да. Если говорить про... В каком-то своем мире жить, что ли. Да. Да. Вот это... К сожалению. Шизотипические личности. Но это, конечно же, не шизофрения. Слава богу. Но из нее вытекает вот такой тип личности, тип личности, который как бы склонен вот эту вот суть внутреннюю, да, действительность отрицать и действительно жить в своем мире, в нарисованном мире. Вот. Поэтому во взаимоотношениях я рисую себе идеал и пытаюсь поддержать этот идеал, простроить. Если он вдруг рушится, а он неизбежно будет рушиться, если мои взаимоотношения чуть дольше затягиваются, я там как-то что-то испытываю, он стопудово разрушится, мне это становится неинтересным. Ну, или это уже не так важно, эмоционально важно становится, потому что уже нет того образа, который я для себя создала. То же самое просто во взаимоотношениях с людьми, получается, да, то есть в проявлении себя перед людьми. То есть есть образ, который я несу, дарю людям, и он сейчас, на текущий момент, может реально разительно отличаться от внутреннего состояния, да, о том, что вот это состояние некоторой ненужности, одиночества, которое внутри тебя. Но ты можешь его в итоге формировать в себе сама благодаря тому же обществу, потому что, например, вот это состояние, что ты не одна, ты можешь его легко, так сказать, разрушить путем того, что, не знаю, ну, то же самое, там, подруге пойти, и все, ты уже не одна, правильно? Ну, я это и делаю на протяжении последнего времени. Вот здесь мы сейчас с тобой общаемся, ты уже не одна, правильно? Суть в том, что вот такие стимулы, которые тебе тоже позволяют чувствовать себя не одной, нужной, и которые сопряжены именно с твоим реальным глубинным переживанием, они для тебя не особо важны, и ты их не замечаешь, ну, ты их как бы замечаешь, но не особо им придаешь значение, потому что это не те стимулы, которые у тебя сформированы как твой идеальный образ. Вот. И то есть в итоге жизнь, которая с тобой происходит, случается, где ты не одна, где ты нужна, где ты привлекательна, интересна. Она с тобой также происходит и случается, но фокус внимания твой не на этом, фокус внимания твой на образе, который ты для себя создаешь, каким должна быть, какой должна быть вот эта жизнь, образ молодого человека, мой образ в обществе, и энергия, психическая энергия уходит на поддержание вот этого образа. И в итоге сложно заметить, где ты реально нужна, где ты реально не одинока, где ты реально интересна просто в обычной жизни. Да. Вот. Да. И, да? То есть ты говоришь, да, это значит... Да, я согласна, да, с этим. И причина этого в том, что у тебя много твоей психической энергии идёт на поддержание образов, образов твоего партнёра, которому ты хотела, о тебя как образа во внешнем проявлении, вот туда идёт твоя энергия, туда идёт твоя энергия, твоё внимание. И можно каким образом это, ну, чинить по чуть-чуть. Да. Во-первых, обращать внимание на... больше на ту действительность, точнее, на те состояния и ощущения, которые в тебе есть как потребность, а потребность, например, там, нужной, интересной, привлекательной, да, и находить реализацию этих своих потребностей, желаний не только во внешнем образе, который ты для себя рисуешь, но и просто вот в жизни, которая с тобой происходит и случается. Вот сейчас ты на подкасте, и я уверен, что кому-то точно интересно слушать, значит, и ты интересна. Мне через пару недель. Слушай, это будет терапевтично, ты сама себе будешь интересна. Может быть, как раз-таки вот это состояние и поиска внешнего стимула, чтобы почувствовать себя интересной, и пропадёт. Ну, это фантазия. Ну, тем не менее, да, ты здесь не одна, ты здесь интересна, то есть эти все моменты можно замечать и просто в течение вот вообще всей жизни, которая случается, а не искать их в каком-то образе, который ты для себя создала. Что вот только через этот образ, через вот этот стимул ко мне придёт моё же состояние. Ты сама порождаешь в себе эмоции. Сама в себе создаёшь состояние нужности, сама в себе создаёшь состояние привлекательности, сама себя оцениваешь, и вот это ответ на твой вопрос, а как в итоге-то мне поступать, ну, пофиксить вот эту свою самооценку, понимать, что самооценка, этимология этого слова, это когда сама себя оцениваю, самооценка, да, вот. И тогда вот это вот, когда ты реализуешь свои потребности в чувствах, независимо от образов, которые ты себе рисуешь, поняла? Угу, да. Тогда образуется вот эта твоя устойчивость, тогда вот эта внутренняя устойчивость, вот она твоя внутренняя опора, тогда уже во внешних взаимоотношениях тебе не нужна будет никакая опора, ты же не какая-то немощная. Ну, слава богу. Да. То есть вот эта внутренняя устойчивость, она формируется благодаря тому, что ты знаешь, что ты хочешь испытывать, какие чувства и состояния, и идёшь и испытываешь их благодаря стимулам всем, которые есть в твоей жизни, а не только благодаря тем образом, из которых ты хочешь получить это. Это понятно? Из-за этого, да, могу сделать вывод для себя, что я, кажется, неполной жизнью живу. Ха, неполной жизнью живёшь? Да. А чтобы вот ещё что можешь для себя отметить? Давай вот так. Что для тебя было таким ценным, важным? Вот ты из всего нашего разговора попробуй его собрать так в своей голове. Ну, теперь я знаю, что мужчины обращают внимание на целостную картинку, а не на детали. Я всегда, наоборот, придирчива к деталям. Я сама по себе очень внимательна. Вот. Когда рассказали про то, на что обращают мужчины больше внимания, я для себя сделала пометочку в голове. Теперь я это знаю. И теперь детали я не буду, так сказать, выпирать их, а наоборот, чтобы картинка в общем выглядела хорошо. Но это, опять же, я думаю о том, как я буду выглядеть в лице других людей. И я думаю об этом постоянно. Это должно быть всё равно. Ну, как, относительно всё равно. Да, конечно же. Конечно же. Ну, смотри, ты это уже замечаешь, ты это уже проговариваешь. Да, я это замечаю за последнее время, ну, там, не знаю, до полгода. А если ты это замечаешь, ты уже можешь эту оценку чуть занизить, понимаешь? Ты уже начинаешь критически к этому относиться, если ты это замечаешь. Потому что, например, какое-то время назад, недолгое, ты могла это отношение людей к тебе воспринимать за чистую монету. А сейчас ты уже критически к этому относишься. Ты теперь говоришь себе, да, я знаю, что я падка на мнение окружающих, например, мне это очень важно, но в то же самое время у меня есть моё мнение о себе, которое там формируется благодаря чему-то, чему-то и так далее, и так далее. То есть по чуть-чуть формируется внутренняя опора. То, что ты замечаешь, это уже хорошо. А что вот по поводу твоего поведения во взаимоотношениях? Вот правильно, неправильно, что ты делала, что ты делала правильно, что ты делала неправильно? Ну, я для себя всегда делаю такой вывод, если я приняла решение, и я уже это сделала, то, значит, это правильно. И если я об этом после не жалею, значит, я поступила для себя правильно и для человека в какой-то степени, но больше для себя. Вот, поэтому Не знаю, как я буду Дальше принимать решение После нашего разговора Так сказать, общения Вот, не знаю, я думаю, что у меня будет Самоанализ И я Обо всем подумаю и Каким-то итогом приду и выводом Внутри себя, но как я в дальнейшем Буду поступать, я еще Не могу себе представить То есть как я буду реагировать на то или на другое Пока что я не знаю Конечно, очень многое будет зависеть От самой ситуации, от контекста Многое зависит, тогда последний момент Вот, ты говоришь, у меня Такое ощущение, что как будто бы Живу неполной жизнью Ну да Ну если Судить по нашему разговору Так Что я больше опираюсь на стимул Извне, нежели На саму себя, на свой внутренний Стимул, то я считаю, что это Неполноценная жизнь Когда ты Больше зависим от других людей И менее от себя самого Знаешь, тут очень важная Корректировка Ты Не то, что на стимул извне На стимулы извне, но На какой стимулы извне? Который я сама в себе создаю Да, образ, на образ И не то, что на людей Извне, а на образ Людей, которые я для себя создаю Вот это важно, потому что Опираться на людей Ну не то, что опираться А ощущать их поддержку Ну это классно Но только, например Человек, который тебя там Поддерживает в твоем Одиночестве, чтобы ты чувствовала Себя не одиноко Если он не соответствует Тому образу, который ты для себя создала Ты уже эту поддержку что? Не хочу получать Да, ты ее не примешь, обесценишь и так далее Вот Вот как раз об этом Именно Условия определенного образа Что должно быть вот таким образом А никак иначе Ну, значит Внутри себя я жила Неполноценной жизнью Получается, можно сделать Такую некую корректировку Так И это для тебя что означают эти слова? Для меня это означает Что нужно попробовать по-другому Что нужно, да Переработать это все И начать полноценную жизнь А внутри себя жила, так сказать Неполноценно Это вот как? Это то, что я создавала В своей голове образ Которому С которым стремилась быть И Не замечала Что-то из действительности Да То есть вот Про это, да, ты говоришь? Да, то, что я придавала Больше значению тому Что у меня в голове Что я создаю А нежели Значение тому Что рядом со мной Или кто рядом со мной Это Действительно про тебя, да? Да Ты это как Ощущаешь это как Свой жизненный опыт Да Ты видишь это Подтверждение в своей жизни Да Поэтому, да? То есть это не просто Какие-то слова Нет, я это не придумала Хотелось бы, конечно, придумать Но нет Это все про меня Хорошо Что собираешься сделать? Ну, поеду После подкаста на работу Наверное, обсужу это с подругой Ну, мы с ней просто работаем вместе Обсужу, наверное, с ней это Она мне скажет свою точку зрения Что она думает по этому поводу Ну, я думаю, что в ближайшее время Я буду думать Обо всем О чем мы сегодня разговаривали И буду какие-то выводы Для себя делать Чтобы Не создавать В голове этот образ Конкретный К которому стремиться потом Может быть, и создавать Просто не привязываться Да, наверное, так Не оценивать всю свою жизнь По образу Который тобой создан Потому что тогда Вся жизнь не замечена Будет Обусловлена только образом Вся жизнь будет обусловлена Только образом Вот Может быть, и создавать себе образы Потому что фантазия Это тоже для нас важна И образность тоже для нас важна Ты, например, для себя видишь Мужчину каким-то Ты отчасти ориентируешься Все равно при выборе Когда там встречаешь Какого-то человека У тебя есть какой-то образ Который ты бы хотел И тогда Это для тебя Определенные Просто быстрые маркеры По которым ты считываешь Подходит Не подходит А вот потом далее Уже во взаимоотношениях Вот там уже стремиться Выстраивать взаимоотношения С личностью Вот с таким человеком Который уже есть перед тобой А не с образом То есть Вообще Это я просто к тому Что создавать образы Тоже окей Что это не значит Что все Ну не переусердствовать Так сказать Не жить только Иллюзией образа А жить жизнью Да Той, которая случается с нами Сегодня Вот сейчас И вот я живу жизнью Тогда, когда у меня никого нет А когда У меня уже есть этот образ То всем пока Я ушла Далеко и надолго Вот Может быть Помнишь, мы говорили с тобой Про противоречия Внутренние Внутренний конфликт Который у тебя возникает Когда вот Хочу Да Но и не нужны И в итоге Не нужны Потому что Образа нет Образа нет И вроде как бы Я и живу Свою жизнь Да Вот такую Без поддержки Вот этого образа Но нужны Потому что Благодаря этим Там взаимоотношениям Я бы чувствовала себя Нужной Привлекательной Неодинокой И так далее И вот в итоге-то Вот почему они нужны Это была причина Внутренних состояний То есть ты хочешь Испытывать определенные Внутренние эмоции А теперь можно Попробовать Отвязаться От того Что только благодаря Взаимоотношениям Этим ты сможешь Почувствовать себя Нужной Только благодаря Взаимоотношениям Сможешь почувствовать Себя там Привлекательной И неодинокой Уверенной И так далее Вот И как раз таки Проживая без Взаимоотношений Сейчас Вот Тебя период Который есть С опорой на себя Начинать Вот эти Испытывать Вот эту уверенность Вот эту вот Поддержку Замечать Вокруг От других людей Не только От молодых людей Вот эту нужность свою Искать этому Подтверждение В жизни В своей И в итоге Вот и будет Выстраиваться Вот эта опора То есть Вот этот Внутренний конфликт Опять же Про который мы говорили Ну Нужны Но не готовы Не хочу Вроде как Не хочу Потому что чувствую В этот момент Как раз таки себя А нужны Потому что нужны Были определенные Эмоции и чувства Но теперь Ты как раз таки Когда ты вот Сама себя живешь Без образа Ты вот Эти ощущения и чувства Сможешь испытать Если ты их Начнешь События Которые порождают Эти чувства Тоже рассматривать В своей жизни Вот Быть внимательной Потому что С тобой Потому что С тобой постоянно Происходит То Что Помогало бы тебе Дадут твою внутреннюю опору Ощущать Да Все верно Отлично Спасибо тебе большое И тебе спасибо Общение Вот Сегодня так поговорили О взаимоотношениях Об этой теме О том Как мы там Испытываем Определенные состояния Какие внутренние конфликты Нас это может Погрузить Еще раз тебя благодарю Что пришла В гости Это был подкаст Все в твоей голове И сегодня Мы узнали О форме взаимоотношений О том Как мы бывает Выстраиваем Наши взаимоотношения С партнером А именно Когда мы это делаем Исходя Из нашего Представления Каким должен быть человек Есть такой тип личности И возможно Вы тоже К этому типу Относитесь Потому что Это достаточно Распространенный тип Такой тип личности Выстраивает взаимоотношения Таким образом Он смотрит Не в человека Не в его личность А в свое представление О нем Смотрит в идеал Который создает для себя У нас есть идеал Который мы себе Рисуем в голове И в итоге Склоняем человека Во взаимоотношениях К тому Чтобы он соответствовал Этому идеалу И иногда К сожалению Мы Разочаровываемся Но скорее Даже к счастью Потому что Разочароваться нужно Когда встречаемся Все-таки С личностью Но мы тогда Склонны Пойти Искать новые Взаимоотношения А ищем Мы их Исходя Из того Что Мы хотим Ощущать себя Каким-то Определенным образом То есть Благодаря Взаимоотношениям Мы чувствуем себя Определенным образом Например Нужными Например Интересными Привлекательными И Теперь Ищем Этот стимул Извне Чтобы снова Почувствовать Эти состояния Но Главный Главный Ключевой момент Заключается В том Что Все состояния Все чувства Они возникают Только в нас Мы Сами В себе Их порождаем Мы сами В себе Создаем Наше состояние И наши чувства А стимулом Может Служить Абсолютно Все Все что угодно И поэтому Важно Важно Если вы относитесь К такому типу личности Замечать Очень многое Что происходит В вашей жизни Замечать людей События Которые Выпадают Из вашего образа И искать Ту свою реакцию То свое состояние Уверенности Например Нужности Интересности Именно Не в тех Взаимоотношениях Не в тех Личностях Которые Созданы Из вашего образа А именно В тех Которые находятся В обычной жизни То есть Больше Замечать Ту жизнь Которая с вами Происходит Которую вы живете Больше Фокуса В настоящем И В действительности Подписывайтесь На наши Социальные сети Делитесь опытом В комментариях Или присылайте Свои истории К нам на почту Ссылки В описании Увидимся На следующем Сеансе Спасибо за субтитры DimaTorzok